Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы продолжаем разговор о Лене Хэппи, которая предстала пред нами в своем последнем видео в новом образе, напоминающем чем-то Аллу Пугачеву. Да, Лена накрутила волосы и предстала пред нами с распущенными кудрявыми волосами. В общем, Лена Хэппи неотразимая, навела красоту, и я думаю, это связано с тем, что во время стрима и под другими ее видео Лене часто писали о том, что ей что-то нужно делать с челкой, что вот эти вот собранные в пучок волосы и челка на бок напоминают мужскую стрижку, и Лена, естественно, не могла этого допустить, и создала вот такой вот сногсшибательный, гламурный образ женщины с развивающимися на ветру локонами. Ну, это лирическое отступление, а поговорим мы сегодня о том, что Лена никак не может переехать. В понедельник будет уже два месяца, как Лена платит квартплату за свою новую квартиру, а воз и ныне там. Переездом пока и не пахнет. Да, Лена перевозит какие-то узлы, баулы, коробки, бусы, но именно переезд, то есть кровать. Вот когда ты перевез кровать, это уже, считай, ты приблизился к переезду, потому что ты уже можешь спать в своем новом доме. Но нет, Лена совершенно не спешит, Лена не торопится, и это меня немножко смущает. Если честно, я вообще не понимаю, что происходит, потому что изначально Лена говорила, что она не может дождаться того часа, той минуты, той секунды, когда она наконец-то вырвется на свободу, вырвется из этого дома на болоте, от которого ее уже просто воротит, ее тошнит от этого нафталинового запаха. Она не может дождаться, когда же наконец-таки она обретет свою свободу и не будет больше лицезреть этого родни злосчастного, от которого ее воротит. Она все время куда-то уезжала, таскалась по улицам Майами, лишь бы только не возвращаться в дом на болоте. Дом на болоте был символом несвободы, символом гнета, символом ущемленных прав свободолюбивой Лены. И вот этот час настал. Квартиру одобрили, контракт подписан. Пожалуйста, Лена, переезжай. Но нет, Лена тянет с переездом. Да, Лена сделала несколько звонков мувером. Взяла трубку какая-то бабулька, которая работает на дому, и стала Лену расспрашивать. И какая у нее кровать, Куин или Кинг? И откуда и куда она переезжает? И сколько у нее коробок? И в какой день она переезжает? Лена после 15 минут таких расспросов бросила трубку. Почему? Да потому что у Лены нет ответов ни на один из этих вопросов. Лена не знает, сколько у нее будет коробок, потому что она даже близко к этим коробкам еще не подходила. Она не начала даже паковаться. Вот как она спешила переезжать. Вот как она спешила вырваться на свободу. Она даже коробки не начала еще собирать. Про день переезда она тоже не знает. У Лены куча других планов до переезда. Ей непременно надо встретиться с подружкой, по которой она очень соскучилась. Причем эта подружка живет у чертей на куличиках в каком-то другом городе штата Флорида. Из-за этого Лене нужно будет просто выделить на это целый день. Несмотря на то, что, говорит Лена, у меня же все-таки есть, конечно, уважительная причина. Я переезжаю, но это было бы неуважением по отношению к моей сердешной подруге, по которой я так скучаю. Плюс нужно будет выделить еще один день, съездить в Майами с Родни, чтобы ему там помочь разобраться с какими-то делами. А то Родни, конечно же, без Лены ничего сделать не может. Лена, как бесплатное приложение, обязательно должна съездить с Родни в Майами, чтобы поддержать его. Родни же, говорит, меня поддерживает в моем переезде. И у меня, значит, есть вот такая же обязанность по отношению к Родне поддержать его в его начинаниях. Короче говоря, какая-то запутанная история. В общем, Лена не спешит паковать коробки, не спешит переезжать, и по какой-то причине ни с того ни с сего ее все устраивает в домике на болоте. Она сидит у окна, смотрит на то, как там рубят дерево, просто какой-то вишневый сад. Помните, да? Конец пьесы, вишневый сад. Ну и вообще на протяжении всей пьесы мы слышим стук топора. То есть вот она, заканчивается эта жизнь. Дальше вроде начнется какое-то светлое будущее, но обстановка какая-то депрессивная, да? И вот Лена невозмутимо, никуда не спеша, сидит подле окна в домике на болоте и наблюдает за тем, как рубят дерево, как пилят ветви этого дерева, и размышляет на тему того, как Родни расстроится. Родни приедет, увидит, что выкорчевали это несчастное дерево. Он расстроится, ему это не нравится. В общем, Лена, как эскимос, что вижу, то пою, но создает контент, видео выпускает. Да, кстати, Лена сказала, что вот с русскими компаниями по перевозке мебели, а также с испаноговорящими муверами все намного проще. Позвонил их, они тебя с двух слов поняли, от зип-кода до зип-кода. От зип-кода до зип-кода живет Елена весело. Помните, было, да? От сессии до сессии живут студенты весело. У Лены вся жизнь ознаменована зип-кодами, то есть почтовыми индексами, по-американски зип-код, по-британски postal code. Но, тем не менее, Лена говорит, вот все эти испанские, мексиканские муверы, сказал им от зип-кода до зип-кода, они тебе уже цену выдали. А эти американцы начинают тебя интервьюировать, задавать лишние вопросы, на которые у Лены нет ответа. Тем не менее, близится час разлуки, тот час, когда Лена с Родни расстанутся, и неизвестно, когда снова пересекутся. По крайней мере, Лена преподносит это нам, как такое великое событие. Вот они расстанутся, и, возможно, больше никогда не увидятся. Кого Лена дурит, да? И дабы побаловать своего Родни напоследок, она решила сварганить салатик. Я вообще не знаю, почему это блюдо называют салатиком. Ничего от салатика в нем, по-моему, нет. Для меня салатик — это вот листья салата, какая-то зелень, что-то легкое. А это очень тяжелое какое-то месиво, яйца, майонез, чеснок. Ну, вкусно, наверное, вкусно. Я люблю вообще такое вот все. Я вообще люблю яйца, я люблю чеснок. Майонез я не очень люблю, но, наверное, это вкусно. Я, конечно, готовить не буду по Лениному рецепту, но вот она решила побаловать своего друга Родни вот таким вот изысканным рецептом на прощание. Хотя в этом же видео Лена сказала, что, возможно, в субботу, то есть сегодня, она проведет прямую трансляцию из своей новой квартиры при условии, что Родни не сядет ей на хвост, при условии, что Родни не увяжется за ней. Ей бы хотелось поехать одной. Ну, конечно, если Родни предложит ехать с ней с тем, чтобы что-то поделать по квартире, еще что-то собрать, то она не сможет ему отказать. Мне вообще, конечно, непонятна логика Лены Хэппи, то есть Родни из чистых побуждений хочет поехать с тобой, чтобы поскорее обустроить твою квартиру, чтобы ты смогла туда въехать и уже жить нормально. Но нет, Лене бы хотелось поехать одной, чтобы он не мешал ей проводить стрим, прямую трансляцию. У меня вообще складывается такое впечатление, что Родни изо всех сил пытается поскорее привести новую квартиру Лены в божеский вид, все там собрать, собрать всю мебель, расставить, повесить, чтобы Лена поскорее уже въехала в эту квартиру и зажила самостоятельно, чтобы она поскорее забрала все свое барахло из его дома и убралась оттуда, чтобы он наконец-то смог найти покой с кошкой, зажить по-старому, как он привык, чтобы Лена над душой там не стояла и не ходила среди ночи по квартире и не разговаривала среди ночи по телефону по пять раз в день. Но нет, Лена вдруг не торопится больше, больше она не торопится, ее все устраивает, несмотря на то, что второй месяц она будет платить за квартиру, в которой не живет. Ну да, она купается в бассейне, то есть какими-то благами она пользуется, но тем не менее в квартире она не живет, в той самой квартире, за которую она платит. Для меня это, честно скажу, довольно странно, но умом Лену не понять, Аршином, в общем, чем не измерить. Лена не ищет легких путей, у нее на все свой взгляд. В общем, не знаю, будет ли сегодня стрим, прямая трансляция или нет, если будет, то, возможно, Лена ответит нам на все вопросы. Было бы интересно узнать, почему она не торопится больше никуда переезжать, а вдруг ее все стало устраивать в домике на болоте, уже ничто не пахнет нафталином, и она себя прекрасно чувствует. Ну, а так, конечно, Лена снова-снова раскритиковала хейтеров, обзорщиков за то, что те выдумывают, придумывают, особенно все, что касается ее интимной жизни, и что на самом деле она ничего не говорила про 5-6 раз, и на самом деле она ничего не говорила про то, что Селим спринтер, что он быстро сходит с дистанции, но зато ему нужно много раз в день. Все это мы сами придумывали, естественно, вот если честно, у меня бы даже фантазии не хватило придумать именно такую конфигурацию. Естественно, естественно, Лена нам все рассказывает, но я не знаю, либо она притворяется, что она ничего не помнит, либо она действительно не помнит. Я, конечно, не думаю, что Лена мразматик, мне кажется, что просто она манипулятор. В комментариях Лене, кстати говоря, пишут, Лена, у вас раздвоение личности, складывается такое впечатление, что с нами общаются разные люди. Сначала она выходит и открыто рассказывает нам все подробности интимные, а потом выпускает следующее видео и обвиняет нас всех в том, что мы все придумали. Хотя у нас перед глазами доказательства, люди находят те старые видео, где Лена говорила именно так, а не иначе, но нет, Лена обвиняет всех остальных. Мне кажется, Лена просто манипулятор, чистой воды манипулятор, она выбрасывает в эфир кучу всякой информации, зачастую противоречивой информации, то есть этот инфопоток не управляем просто до такой степени, что зрители уже не понимают, где правда, а где реальность, и Лена на этом играет. То есть, когда она понимает, что она зашла слишком далеко в своих откровениях, она потом выходит с невинным выражением лица, пытаясь предстать пред нами чистой и пушистой, обвиняя всех вокруг, так и сейчас, она пытается снова нами манипулировать, заявив, что она больше не будет нам рассказывать ни про своего мужчину, ни про Родни. Ну, как говорится, можно, конечно, и не рассказывать, но всем понятно, что если Лена так поступит, то она просто спилит сук, на котором она сидит. Лена ведь не глупая, она ведь прекрасно понимает, что интерес к ее персоне, а также к ее YouTube-каналу напрямую сопряжен с тем, что она не просто рассказывает нам о своем парне-родне, а и с тем, что она нам их показывает, а также выдает кучу компрометирующих и интимных подробностей об этих отношениях. Так что, в принципе, если план Лены действительно сводится к тому, что мы должны оплачивать ее квартиру, то, конечно же, Лене стоит сто раз подумать перед тем, как закрывать, так сказать, свой канал. Лена уже неоднократно уходила в гневе, хлопая дверьми, но все время возвращалась. В этот раз Лена не может себе позволить такую роскошь, потому что, если она это снова сделает, то это приведет к упадку заработка, который и так уже невелик, и, естественно, за квартиру придется платить родни, наверное, а не зрителям и хейтерам. В этом же последнем видео Лена снова говорила о своем конкурсе, она объявила конкурс на лучший комментарий, кто выиграет, получит первая премия 100 долларов, кажется, вторая премия бусы, в общем, я не знаю, я не следил за этим конкурсом, я не пишу комментариев на канале Лены в настоящий момент, по-моему, я там заблокирован, поэтому я даже и не рыпался, ну, в принципе, мне и не надо, но там, короче, какая-то шумиха по этому конкурсу, потому что первый раз, это же не первый раз Лена проводит этот конкурс, первый раз этот конкурс обломился, потому что она послала в качестве премии браслетик, который она оценила не то в 80, не то в 90 долларов, в Европу, но поскольку она не указала, что это подарок, с получателя в Европе взяли какой-то сбор, какой-то налог в 20 евро, в общем, короче, тот еще подарочек, я бы на месте получателя вообще бы отказался от такого подарка, сказал бы на почте, чтобы его просто вернули отправителю, ну, в общем, это все неприятно, остался неприятный, неприятный осадочек, а судя по тому, что сейчас Лена разыгрывает деньги, а деньги в Россию послать нельзя, в общем, опять будет неразбериха, посмотрим, чем все это закончится, я не буду сейчас в этом видео, в этом обзоре вдаваться в подробности конкурса, я особо в него не вникал, в принципе, вот и все, что у меня было по Лене Хэппи на этот раз, если у вас есть какие-то замечания и комментарии, пожалуйста, делитесь, как вы думаете, переедет Лена наконец-таки на следующей неделе в свою новую квартиру или так и будет платить за стены, за квартиру, в которой она не проживает, в общем, странное, странное поведение Лены Хэппи, в любом случае, спасибо за то, что посмотрели это видео, благодарю всех за комментарии, надеюсь, что у вас все хорошо, не берегите себя, не болейте и до новых встреч на моем канале. Пока.